Актуальное интервью Ожидается большие перемены, даже перестановки О них мы чуть позже поговорим Что за перемены, с чем они связаны? Можно сказать, что перемены начались уже С января 2017 года Ступил в силу федеральный закон номер 218 Вместе с тем мы получили новую единую Государственные реестры недвижимости и ГРН сокращенно Таким образом, две информационные системы В которых мы работали с регистрационной службой Это АИС ГКН и АИС ИГРП Они слились в единую базу Соответственно, вместо двух видов услуг Которые мы предоставляли Кадастровый учет и регистрация Теперь появилась единая учетно-регистрационная процедура В которой участвуют как сотрудники кадастровой палаты Так и сотрудники территориального управления Росреестра В 2018 году, в связи с тем, что учетно-регистрационная процедура За учетно-регистрационную процедуру отвечает управление Росреестра Сотрудники кадастровой палаты наделены новыми полномочиями В июне этого года вышел приказ Федеральной службы геодезии Кадастровой и картографии Которыми Федеральное государственное бюджетное учреждение Федеральная кадастровая палата наделена новыми полномочиями Это полномочия по предоставлению кадастровой Деятельности, видов услуги и землестроительной работы Ну, надо сказать, что уже с лета этого года Мы предоставляем населению новые виды услуги Платные – это составление договоров в простой письменной форме И консультационные услуги Ну, консультационными услугами в основном пользуются кадастровые инженеры Георгий Васильевич, ну, наверняка кадастровые инженеры Их в первую очередь волнует этот вопрос Как вот новые ваши услуги, вот эти нововведения Скажутся на работе как раз-таки инженеров кадастров Ну, надо сказать, что, да, кадастровые инженера В какой-то мере озабочены тем, что Если кадастровая палата выйдет на рынок Значит, этой деятельности, кадастровой и землестроительной деятельности Возможно, какие-то преференции или преимущества кадастровой палаты Позволят нам, значит, вытеснить их с рынка Но я сразу хочу заверить, что этого не будет Потому что никаких преференций и преимуществ Кроме тех, что работники и сотрудники кадастровой палаты Действительно давно и профессионально занимаются Значит, земельной деятельностью, кадастровой деятельностью С 2000 года Многие, ну, сто процентов, можно сказать, сотрудники палаты Имеют высшее образование по специализации Имеют большой опыт принятия решений по межевым, техническим планам Актам обследования, по иным видам землестроительной деятельности Поэтому преимущество может быть только в этом Профессиональные компетентности В плане конкуренции, ну, есть федеральный закон о защите конкуренции О конкуренции, который, конечно, он будет защищать Как в равной степени, как кадастровых инженеров, так и нас Поэтому, надо сказать, отметить, что мы выходим на рынок кадастровой деятельности И землестроительной деятельности на равных условиях Также будем участвовать на аукционных, на электронных площадках На открытых, принимать участие в открытых конкурсах Тем более, что кадастровой палате предоставлено право Заниматься кадастровой деятельностью и землестроительной деятельностью В отношении государственной собственности и собственности муниципальных образований То есть, в отношении земельных участков и объектов капитального строительства населения Физических лиц Это останется прерогативой кадастровых инженеров Но, тем не менее, кадастровая палата сотрудничает с кадастровыми инженерами Вот расскажите о сотрудничестве непосредственно Да, мы давно и плодотворно сотрудничаем с кадастровыми инженерами Потому что они основные поставщики тех сведений, которые мы вносим в ИГРН Ну, раньше воист ГКН, сейчас с этого года в ИГРН Они предоставляют нам технические планы, межевые планы, акты обследования Поэтому, ну, волей-неволей мы сталкиваемся с кадастровыми инженерами Последневной деятельности Соответственно, мы никак не регулируем их деятельность Но, тем не менее, проводим с ними открытые семинары Различные встречи Встречи с руководителями саморегулируемых организаций В которых мы указываем на те возможные ошибки Которые они допускают или могут допустить В своих документах В целях, чтобы мы Чтобы сведения, которые вносились в ИГРН Были корректными и актуальными Георгий Васильевич, но, тем не менее, хотелось бы поговорить И о преимуществах тех услуг Которые будут уже Для населения доступны в 2018 году Ну, как я уже отметил Основное преимущество Это то, что у нас Работает действительно высокопрофессиональный Компетентный коллектив Далее, значит Ну, тем, кто, может, не в курсе Я подчеркну, что С 2000 года, с года образования Кадастровой палаты Мы занимались, значит, постановкой на кадастровый учет земельных участков Далее, с 2012 года мы начали постановку объектов капитального строительства И сейчас мы также участвуем в учетно-агестационной процедуре Совместно с работниками территориального управления Росреестра Вместе с тем Что, если говорить Относительно преимуществ Те тарифы, которыми мы будем оперировать В 2018 году Они разработаны нами И утверждены центральным аппаратом При расчете Были учтены рыночные цены Которые имеют место в регионе Также и Имеют место методологическая основа Соответственно Наша тарифная политика Она в какой-то мере, возможно, будет более щадящая По отношению к заказчикам Мы видим в этом небольшое преимущество Ну и также Мы все-таки остаемся государственным учреждением И отвечаем за корректное наполнение нашей рабочей базы В которой мы работаем Естественно Мотивация, заинтересованность наших сотрудников И нас как руководство Она запредельная Чтобы наша база, в которой мы работали Наполнялась действительно актуальными, корректными сведениями И если мы сами будем эту работу проводить Разумеется, мы будем работать на стопроцентную гарантию Что вот эти сведения будут действительно внесены Во-первых И действительно они будут соответствовать действительности Георгий Васильевич, ну уже известно Что в январе ожидается сокращение Порядка 70 сотрудников С чем это связано? Связано ли это как раз таки с нововведениями В следующего года? Да, это больной вопрос К сожалению, с января 2018 года Нас действительно ожидает сокращение численности Это сокращение идет по всем регионам Российской Федерации Это большое, очень массовое, можно сказать, сокращение И нашим руководством, центральным аппаратом приняты меры Для того, чтобы это сокращение прошло как можно менее болезненно Для сотрудников Эти мероприятия, организационно-штатные мероприятия Нами уже ведутся Все социальные выплаты и вся поддержка финансовая Будет в полной мере оказана Но тем не менее Я вам скажу, что вот это сокращение связано с тем Что мы передаем функции приема-выдачи документов Как, может, вы уже слышали Наши многофункциональные центры Надо отметить, что у нас в республике Очень серьезная, разветвленная сеть многофункциональных центров По большинству районов республики И в самом городе Якутске несколько пунктов есть Поэтому мы уверены, что наши полномочия Будет полностью использованы, реализованы Многофункциональными центрами Вопрос, опять же, трудоустройства в будущем этих сотрудников Тоже стоит, наверное, в первую очередь Не будет ли такого, что как раз-таки Часть этих сотрудников перейдет в МФЦ То есть они как раз-таки владеют же этой же информацией И, возможно, там и будут работать Продолжать свою деятельность в данном направлении Да, мы только приветствуем это Если руководство МФЦ Примет часть наших сотрудников к себе на работу Они получат в их лице действительно компетентных сотрудников Которые, по крайней мере, по услугам Росреестра Они пакеты документов И пакеты документов они знают прекрасно И полностью себя реализуют как профессионалы А как это может, в принципе, сказаться И отразиться на работе кадастровой палаты Вот сокращение Ну, как я уже сказал Это коснулось большей части сотрудников окон приема-выдачи Поэтому та часть сотрудников, которая занята основной деятельностью Мы их попытались сохранить в целостности Поэтому те функции, которыми нас наделяет в 2018 году Ну и те функции, которыми мы наделены сейчас Они будут обеспечены в полную, ну, стопроцентной гарантии Как раз таки вот по функциям не новым, а вот старым, которые уже у вас исполняются Вот какие функции останутся? Ну, мы, как я уже сказал, участвуем в учетно-регистрационной процедуре У нас первоначально все равно документы попадают к сотруднику кадастровой палаты Он их вводит, принимает проект решения Далее передает уже регистраторам Окончательное слово за ними, утверждение и вынос решения Кроме того, мы будем оператором нашей информационной системы новой, ИГРН Далее предоставление сведений из этой базы ИГРН Остается тоже пока за кадастровой палатой Ну, тем не менее, мы участвуем во многих государственных проектах В том числе и по Дальневосточному гектару По лесной амнистии Так что функции кадастровой палаты в государственном секторе Они остаются Много функций, очень важных Поэтому те дополнительные, так сказать, доход-приносящие функции Они будут идти параллельно И ни в коем мере они не должны пересекаться Потому что это, во-первых, нарушает законы Не должно быть никаких коррупционных составляющих И в этом плане задача руководства Чтобы проследить, чтобы, значит, вот эти два вида деятельности Они не мешали друг другу Ни в коем случае сотрудник, который осуществляет, скажем, вот эту платную услугу Он не должен одновременно заниматься государственной деятельностью Деоргий Васильевич, ну, пожалуй, вот такой вопрос Накануне федеральная антимонопольная служба Как раз-таки пресекла попытку монополизировать рынок кадастровых услуг Суть вопроса в том, что кадастровая палата Не может совмещать функции госуправления и хозяйствующего субъекта Вот как прокомментировать ситуацию Да, вот это немножко продолжает то, что я сказал сейчас только, да Действительно, такое предупреждение было И оно, значит, срок реагирования до 7 февраля Поэтому сейчас мы ничего прокомментировать не сможем Пока Федеральная служба геодезии кадастрового учета Кадастро и картографии не ответит должным образом на запрос УФАС Георгий Васильевич, большое спасибо за интересную беседу Дорогие телезрители, я напоминаю, что вы смотрели актуальное интервью И сегодня у нас в гостях был заместитель директора филиала Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Республике Саха-Якутия Георгий Баишев, оставайтесь на нашем канале Будьте в курсе всех событий Удачного вам дня! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова